Трактор и конь – два сотрудника большевистских полей. Такой жизнеутверждающий лозунг и снимок сегодня погружает в те времена, когда девизы, речевки и направления партии и правительства были определяющими почти для каждого. Как жила страна, ее люди, ее достижения, ловил свой объектив и протоколировал известный фотограф Анатолий Гаранин. Лучшие снимки мастера собрал проект под названием «Анатолий Гаранин. Советский Союз». Сегодня его представляет в музее Арсеньева совместно с информационным агентством «Россия сегодня». Так случилось, что в 2008 году сыновья Гаранина Алексея и Никита принесли к ним этот мощный архив. Это огромное количество фотографий, негативов. Это же еще не время цифры. Это же еще негативное все. Снимки, снятые с негатива, были. Они принесли огромное количество негативов, там несколько тысяч. И вот они начали работать, сотрудники выставочного отдела этого издательства. И потихоньку, потихоньку стал складываться такой замечательный проект. Индустриализация молодого государства, счастливая жизнь селян, а рядом снимки модной Москвы. Таким видели Советский Союз читателя одноименного журнала, где работал фотокором Гаранин. Печатался журнал на 19 языках, а встретить его можно было во многих странах. И о чем бы ни рассказывали эти фотографии, все они были человеческие и душевные. Так мог делать только Анатолий Гаранин. Все-таки ему удавалось сделать даже достаточно конъюнктурные снимки очень человеческими и душевными. Не зря коллеги говорили, что его взгляд, его камера, она такая неполитически ангажированная, все-таки философски размышляющая. Хотя, конечно, большую роль в его творчестве, в его сюжетах играли, конечно, политические ситуации. Гаранин часто сопровождал наших лидеров в поездках. И вот исторический кадр. Хрущев в Америке с женой в нарядном платье. Рядом фото Брежнева. Таким его редко кто мог увидеть. Отдельный зал на этой выставке занимают неформальные фотографии звезд театра, кино и музыки. Ведь Гаранина с его фотоаппаратом знали многие. Он мог подойти совсем близко. И благодаря этому в историю искусства остались такие потрясающие кадры. Как, например, этот, встреча Рихтера с Антоновой или снимок Шестаковича 1967 года. Эта выставка станет настоящим откровением. Кому-то напомнят годы молодости, кому-то расскажут о большой и сильной стране, которая осталась в памяти и на фотографиях. Ольга Сумкина, Константин Селезнев, Панорама.